Девушки отдыхают Вы знаете об этом? Да, господин Галпштурмфюрер, вы уже изволили мне об этом говорить Возможно Так что, если не хотите иметь неприятности и помните об этом, можете идти Как Бритта? Привыкает господин Галпштурмфюрер Посмотрим В чем дело, Марыш? Что это значит? Приступайте Она привыкнет, господин Галпштурмфюрер Уверяю вас, что она будет злее всех Только поторопитесь А если вы забыли, как обращаются с плеткой, так я вам напомню Бенке Собаку не обманешь Она чувствует, как вы относитесь к ней Так вы говорите, Бритта будет... Отличной собакой, господин Галпштурмфюрер Приятно слышать Начинайте Собаку не обманешься Привыкает господин Галпштурмфюрер Собакуни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Роли исполняют Композитор Милош Вацик Оператор Иржи Тарантик Режиссер-постановщик Станислав Черный Производство киностудии Барандов, Чехословакия, 1973 год Автор русского синхронного текста Енина Костричкина Редактор Лариса Железнова Киностудия имени Максима Горького, перевод на русский язык, 1974 год Не обижайся, что я бил тебя Что делать? Бритто Когда тебя пустят по следу, ты меня не загрызешь? Нет? КОНЕЦ Если нам придется разделиться, запомни Брод С КОНЕЦ Пройдешь на север еще километра и увидишь дом Все время придерживаясь опушки леса Что с тобой? Боюсь, что у нас нет шансов А тут разве есть? Нас все равно прикончат Всех убить не могут Кто-то ведь должен присматривать за собаками Кто-то Во всяком случае, есть надежда Беги, у тебя нет выхода А мои дела не так уж плохи Им известно, что я не коммунист Не участвовал ни в каких восстаниях Я понимаю Надо было бы раньше сказать об этом Но я все никак не мог решиться А сейчас решился? Тут я такой, как все Один из многих А если бежать? Да они как волки набросятся на нас На, возьми Ты не сердишься на меня? Субтитры сделал DimaTorzok Вперед, Арго! Взять, Цезарь! Взять, хорошо! Арго, чужой! Чужой! Быстрее! Быстрее! Взять, заб Gunная! Так, Арго! Так, ah Владик! Молодец, Цезарь! Молодец! Взять, прелест, прелест, прелест! Взять, прелест! Субтитры делал DimaTorzok Господин штурманфюрер, центр дрессировки Нортфельсен сдаёт группу собак, подготовленную для сторожевой службы. Благодарю вас. Сейчас мы устроим маленький экзамен. Идите! Пошёл! Быстро! Прошу вас, господа. Бенке! Эти люди ели? Нет. Надо их сначала накормить. Сделайте это. А вы прирождённый дрессировщик, господин Дорнер. Я стал им по чистой случайности, чтобы не идти на пенсию, и в результате так увлёкся, что даже разработал свою теорию. Но это слишком громко сказано, хотя каждый из нас немного философ. А всё-таки что за теория? Было бы интересно послушать. Ницше утверждает, что из всего живого на свете человек самый отважный. Он превосходит своей отвагой любое животное. Я же утверждаю, что всё это относится только к высшей расе. Двуногие ублюдки пасуют перед силой животных. И вы через минуту в этом сами убедитесь. Здравствуй, Фридрих. Можно к тебе? Отсюда лучше видно. Да сегодня и смотреть-то не на что. Да сегодня и смотреть-то не на что. Поехали. Не сравнить с нашим лагерем. Тот из вас, кто хочет получить свободу, должен пробежать через ворота. Запомните, за воротами свобода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все поняли? Субтитры создавал DimaTorzok Вперед! 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 Вперед, Бритта, вперед, 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 быстрее, быстрее. Бритта, вперед, вперед. Чего ты ждешь? Стреляй! Запрещено. Побег будет использован как тренировка. Ах ты, чертова отродья. Господин Габштурмфюрер, заключенный 4123, Марыш, бежал. Объявить тревогу. Похоже, Дорнер, что вы немного перегнули палку. Ничуть. Этот побег нам весьма кстати. Сейчас вы сможете посмотреть наших собак в деле. А пока, господа, отдохните и подкрепитесь. Господин Габштурмфюрер. След, след. Ищи, Рекс, ищи. Вперед, вперед. Взять след, Арго. Взять след, Арго. Взять след, Арго. 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 не думаю что это ради тебя на кой черт мне нужен свидетель они вышибут из тебя все что им нужно он где-то здесь без тебя знаю что здесь проклятый туман нет нет не мешай надо подальше уйти собаки учую ты понял ну что мне с тобой делать отвяжись проверяй тот берег слушаюсь за мной быстрее быстрее не отставать прочесать камыши есть прочесать камыши след рек след вперед цезарь вперед ну что там у вас ничего нет господин капрал проверьте затем выступом слушаюсь вперед все теперь накроют интересное явление взгляните банка придется пристрелить никчемная собака вот Продолжение следует... А кто ты по национальности? Дойчланд? Франк Райх? Я Норге. Норге? Норвежец. Значит, ни Бенни Мэ. Ну и компаньон мне попался. Вот тут какое дело, Норге. Нам нужно переждать здесь. До вечера. Ну, в общем, укладывайся-ка, парень, спать. Понимаешь? Спать. Петербург. Субтитры подогнал «Симон» На, возьми! Ну, бери! Это мясо для собак. Для первоклассных собак. Это лучше, чем ничего. Паршивец! Ты понимаешь, что для нас значит кусок этого вонючего мяса? А ну, стой! Спятил, что ли? Не дури! Стой! Стой, говорю! Парень! Парень! Нельзя на берег, слышишь? Следы! Собаки! Поймают! Нельзя на берегу! Нельзя на берегу! Нельзя на берегу! Будешь еще? Нельзя на берегу! Ну, все, хватит! Навязался ты на мою голову! Возись теперь с ним! От меня не уйдешь, у меня мертвая хватка! А вы философию развели, как слюнявый штатский! Вы оскорбили меня! Файл! Ну, ничего! Вы извинитесь, когда я приведу вам этого типа! Я приведу собственноручно! С Марышем у меня особые счеты! Как вы знаете из моего личного дела, я потерял руку в Испании! Марыш там тоже был! Естественно, по ту сторону! Да, я знаком с вашим досье, Дорнер! И с его тоже! И знаю о нем больше, чем вы! Марыш-подпольщик, коммунист! Нам, правда, ни разу не удалось схватить его за руку! Но где бы он ни появлялся, там сразу же появлялись и листовки, и агитаторы! А вы, вместо того, чтобы его ликвидировать, ставите тут психологические опыты! Зачем же его прислали к нам? По части ликвидации никому не сравнится с гестапо! Я получил приказ привезти партию собак, и я его выполню! А со своими заключенными гоняйтесь сами! На мальчишку мне наплевать! На Марыш! Вы слышите? Марыша надо найти! А не найдете? Вы знаете, чем это для вас пахнет! Я вот что скажу, Пфайл! Нет побега, в котором бы не был замешан кто-нибудь из оставшихся! Гениальный способ вести допрос! Что, в гестапо и мертвецы дают показания? Привести в чувство! Нет, друг! Так мы с тобой долго не продержимся! Надо придумать что-нибудь другое! Субтитры делал DimaTorzok Вот это подарочек! Полезай в воду и держи лодку! Воду лезь! Держи лодку! Субтитры делал DimaTorzok Садись. Я бы предложил вам что-нибудь покрепче, Бенда, но у вас кажется больное сердце. Да, у меня стенокардия. Я рад, что вовремя пришел в этот бункер, иначе файл забил бы вас до смерти. Иногда твердая рука необходима, но никогда ни в чем нельзя перебарщивать. Правда? Это вопрос метода, дипломатии. У нас немцев твердая рука, но мягкое сердце. Ну а англичан, например, наоборот. Сердце как камень, а руки всегда в белых перчатках. Не знаю, что лучше. Я предпочитаю немецкую прямолинейность. На вид мы жестоки, а на деле? Бенда, что вы знаете о Марыше? Где он? Я... Я не знаю, господин Гауптштурмфюрер. Ну, 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 ну. За кого вы меня принимаете? Неужели я поверю, что вы ничего не знаете о человеке, с которым спали на одних нарах? Ну, конечно, мы с ним разговаривали, но это были ничего не значащие разговоры о прежней жизни. Прекрасно. Замечательно. Это и есть самое интересное. Он был женат? Да, по-моему, был. Но вот видите. А я не знал. На ком? Я сейчас не помню. Как же ее? Мария? Мария? Нет, забыл. Алло? Очень хорошо. Ни в коем случае не стрелять. Бенке, вы отвечаете за него головой. Повторяю, головой. Вот видите. Пока мы с вами тут мило беседовали, мои люди напали на след Мараша. Наверное, вы и сами не верили, что побег удастся. В бункер. Ходить. Ходить. А не спать. Видишь мельницу? Это как раз то, что нам нужно. Держи лодку. Бритто. Ты меня нашла? Ты меня нашла? Так выходит, ты приняла нашу дружбу всерьез? Извини. Извини, но я должен тебя привязать. Ничего не сделаешь. Ты напала на мой след. Они пойдут по твоему. Но меня это не устраивает. Я бы взял тебя с собой, но нельзя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ну-ка, хватайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ Шульц, встань в воротах. Слушаюсь. Перерыть всю солому. Похоже, они наверху, господин Капрал. Ганс, проверь там. Есть проверить. След, Рекс, след. В ночь вдруг залаяла собака, а потом заскрепили ворота сарая. Я вышел во двор, и потом... А вечером ворота сарая вы заперли на засов? Да. Но когда я вышел, ворота почему-то были открыты. Ну и что же вы подумали? Что там кто-то есть? И что сделали? Пустил туда собаку. Она вела себя спокойно. Потом я вернулся домой, а она... Она больше не лаяла. И какой же вы сделали вывод? Да, наверное, я все-таки забыл запереть ворота. Но не провалились же они сквозь землю. Могли уплыть по реке. Без лодки? На чем же они тогда уплыли? Следы от сарая ведут к воде. Пытаются замести следы. Но ничего. Далеко не уйдут, тем более они уже устали. В общем, закругляйтесь, Бенке. А то мне это уже надоело. Опять упустили? Что же вы молчите? Я, кажется, вас спрашиваю, Бенке. Господин Гаупштунфюрер, мы нашли следы, которые вели от лодки к мельнице, а потом от мельницы к сараю. Мы весь сарай перерыли. Думали, они где-то там укрылись. А сейчас здесь обнаружили. Очевидно, они плывут к мосту. Очевидно. Вы остаетесь, Файл? О, ну конечно, у вас ведь мертвая хватка. Пожалуйста, демонстрируйте здесь свой метод, ну а мне позвольте воспользоваться своим. Бенке! Приведите ко мне Арго! КОНЕЦ Садись, парень. Передохнем немного. Пока мы их обогнали, но они что-нибудь придумают. Они нам еще устроят райскую жизнь. КОНЕЦ Арго, ищи Бретту. Проснись, Норге! Проснись! Жди здесь. Здесь, понимаешь? Я посмотрю, что там делается, и вернусь. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Марыш? Я ничего не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ушел, значит. Тебе еще повезло. На его месте я бы давно тебя прикончил. Арго, сидеть. Лилий. Торожи. Упустить такую возможность. Почему вы не убили собаку? Это было вашей ошибкой. Такую возможность. ТОМОН Теперь уже поздно. Теперь моя взяла. А раз так, Марыш, встаньте-ка на колени. Кому я сказал? Кто хочет выжить, должен быть беспощадным. А вы этого, к сожалению, так и не поняли. Надо было с самого начала избавиться от мальчишки. Собаку, конечно, жаль, но и она вам мешала. А один бы вы спаслись. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никотин сокращает жизнь. Ошибаетесь. Вашу жизнь сокращают идеалы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА спасибо норге спасибо молодец ты настоящий товарищ след цезарь след да какой там след давно уже потеряли ну уж тут они точно не могли пролезть дьявольщина куда же они девались о черт надо чем-то приподнять решетку нет ничего подходящего здесь они не могли пройти так чего время теряете обойдите по берегу но ничего ты еще пожалеешь я тебя схвачу но прежде чем повесить шкуру с тебя сдеру аж мне как говорится руки короткие ты схвати сначала а там разберемся неплохо верно вот теперь я могу закурить я ведь только что второй раз родился так Продолжение следует... А сейчас надо выбрать себе отель. Я думаю, мы с тобой заслужили самый лучший. Ничего, устроились, а? А вот дня через два доберёмся до места. Там нам будет ещё лучше. Ну, знаешь, Норге. Никогда бы не подумал, что ты такой Франт. Послушай, а как тебя зовут? Имя. Я, например, Гонза. Гонза Мареш. Жюль. Жюль Паганини. Что ты заливаешь? Жюль Паганини. Циркус Миляно. Поганини. Поп! Поп! Парадададада. Та-та. Па-па. Парадададада. Паганини, а ведь ты, оказывается, опасный человек. Ты заставлял людей смеяться. Давай-ка ложись. В хорошем отеле и платить нужно хорошо. Хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Идем. Большевистский агент Гонзо Марыш – личность крайне опасная. Он не останавливается ни перед чем. Убивает мирных жителей, поджигает дома, похищает детей. Преступник вооружен. Немецкое командование обращается к местному населению с просьбой принять участие в задержании преступника. Мы постараемся помочь. Вот именно. Постарайтесь. Главное – выбраться на шоссе. Там много следов, и собаки запутаются, понимаешь? Надо быть просто феноменальной собакой, чтобы напасть на наш след. Так что мы с тобой... Кажется, влипли. Останови. Господин Гавштонфюрер, давайте подвезут. Садитесь. 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 Поосторожней с ней, это волкодав Я знаю, от них лучше подальше Хорошо, стой Пронесло Что, брат? Нет? Никого здесь нет Ни одной живой души Я так и думал Приказ за приказом Загоняли совсем Пусть сами ищут Чего злой такой? С перепоя? С какого перепоя? Просто надоело обнюхивать все норы На старости лет ищейкой заделался Чудак Если бы удалось их схватить, нам бы отпуск дали Понабрали тут пленных Убивать их надо, а не в плен брать Пристукнул и все Ладно, идем Подожди, еще там посмотрим Мэриэль! Ах! Ребята! Стой! 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 Берегись! Назад! Назад! Генри, Брёмна, берегись! А вы сегодня что-то неважно выглядите. Между прочим, Бенде, в прошлый раз вы здесь забыли свои очки. В бункере они вам были, конечно, не нужны, а сейчас они вам могут пригодиться. Прошу вас. Так вот. Я хочу всё знать о Марыше. Всё, понимаете? Господин Габбштумфюрер, я вам уже говорил, что все наши разговоры с Марышем носили чисто личный характер и они не имели… Повторяю, меня интересует всё. Выкладывай. Он часто вспоминал Испанию. Там он влюбился. Оставим Испанию. Его друзья, товарищи. Ну, у него были приятели. Он познакомился с ними после того, как вернулся. Думаю, тебе не миновать разговоры с гестапо. Сейчас придёт Павел и побеседует с тобой по-своему. Они просто ездили на рыбалку. Место куда? Этого я не знаю. А кто его приятели? Кого он называл? Никого, господин Габбштумфюрер? Ни одного имени? О чём-то он упоминал? О каких-то людях, местах? Я жду Бенда. Вспоминайте. Не помню. Хоть одно имя. Лжош. У него, кажется, где-то была дача. Дача? Где? Не помню. Ничего не помню. Хоть убейте. Неплохой совет. Пойдём. Где эта дача? На севере? На юге? На юге? У леса? У реки? У озера? Не помню. Вроде у реки. У реки? Вот здесь? 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 Смотри, Бенда. Я завтра сдаю партию собак. Надо же мне их на ком-нибудь попробовать. Если здесь появится кто-нибудь подозрительный, сообщи мне. Не до этого мне сейчас. У меня корова не может отелиться. С телятами у меня нет опыта. А вот если тебе понадобится здоровый бэк? Потерпи, Роза. Сейчас. Принесите сало. Смазать руку. Может быть лучше прирезать? Я не думала, что так рано начнется. А вы справитесь? Не знаю, там посмотрим. Несите сало. Ну вот видишь, все и обошлось. Вы мне как будто жизнь спасли. Чем я могу вас отблагодарить? Я тут не один. enough. У меня появилась,енаточна Ya, всё. У меня п'ятится. Могоärест. У меня тут местные людей Families я чего пришел нам сегодня бумагу читали это не спокойно в округе заключенный сбежал а ты а ты тут совсем одна спасибо не стоило беспокоиться ничего ничего нужен же тебя в доме мужчина хотя бы хотя бы на одну ночь я нет густав иди домой иди да брось ты думаешь я не знаю что нужно бабе когда она долго одна нет кричать вздумала кричи на здоровье все равно никто не слышат нет 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 не подходи ко мне у вас только одно на уме а когда надо вас нет кто мне помог когда корова телилась кто а действительно кто рачес или покойничек муж вернулся уходи уходили я убью тебя густав ну как знаешь но если кого-нибудь поймают в этом доме тогда уж спиняй на себя я боялась что вы вступитесь за меня вам нужно уходить а 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 Бога! Взять! 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 Что? Что вы хотите? Что вам нужно? Ничего особенного, Хильда. Эти господа хотят знать, кто тебе помогал с коровой. И кому ты готовила одежду. Взять! 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 Субтитры создавал DimaTorzok А львы у вас есть? Есть. И вы могли бы войти в клетку ко льву? Конечно. Потрясающе. Вот это смелость. А вдруг он съест такую очаровательную девушку? Ирена! Умоляю, у вас никаких львов? Отойдем. Девка! Девка! Марш отсюда! Девка! 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 Я видел, как вы ударили эту девушку. Я понимаю, почему вы это сделали. Вы ненавидите немцев. Что вы хотите? Надо спасти мальчика. Он норвежец. Мы вместе бежали из концлагеря. Приютите его пока у себя. Оставьте меня, пожалуйста. Я не хочу ввязываться в такие дела. Я позову полицию. А это уж совсем глупо. Совсем. Под дулом пистолета я могу наобещать все что угодно. Это верно. Но учтите, я вернусь. Если с мальчишкой что-нибудь случится... А может и не вернетесь. Возможно. Придет кто-нибудь из моих друзей. А почему вы решили обратиться именно ко мне? Почему? Юль! Он уже работал в цирке. Был, по-моему, музыкальным эксцентриком или что-то в этом роде. Так к кому же мне обратиться? Подожди за дверью. Всем хочется жить. И мне тоже. А мне не хочется? Тот, кому принадлежал этот портсигар, сказал, чтобы выжить, нужно быть беспощадным. Если вы тоже так думаете, то нам с вами не о чем говорить. Я тебя найду. Найду. Ты будешь меня ждать? Удивительно. Не думал, что мне так трудно будет с тобой расстаться. Покажись-ка. Здорово тебя обрядили. Ну, не вешай носа. Музыка. Концерт 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...